друзья коллеги соратники всем категорически привет это андрей гавриков и это очередное видео из моей рубрики записки нумизмата ну кто смотрит мои ролики знаете да что у меня был перерыв пару месяцев и совсем было не до монет но все равно в этот период ко мне монетки приходили какие-то старые обмена завершались подарки прислали мне какие-то тоже люди очень приятные и в этот момент поддерживающий меня вот в один видеоролик все монеты которые пришли за обмены там и за какие-то покупки у меня конечно же все это дело не получится но я могу это сделать но вряд ли кто-то будет смотреть час поэтому я отобрал сегодня такую самую вкусную часть этих обменов подарки и хочу вам показать в этом видео будет собственно говоря там немного европы старой такой относительно старой африки разной колониальной в том числе привет товарищ зензибарский орг вот азия всякое разное казахстан новый ну в общем есть что посмотреть ладно давайте не буду тянуть давайте вместе перейдем к просмотру моих новинок погнали начну это видео я не с монет как вы помните я в болгарии себе прикупил фигурку поп эти вот замечательные все игры которые фанка поп из серии фоллаут 76 на вида нашел еще одну фигурку она там это самом деле больше но не надо сразу все покупать вы сами знаете коллекционирование процесс удовольствия вот ярость такая задрота nerd этот айтишники ботанчики и так далее вот очень прикольная штука это уже из классического фоллаута вот еще одна фигурка у меня появилась коллекции ладно если говорить про основное мое увлечение то конечно же давайте наверное начну вот с подарков не все тоже сюда в лес но покажу те кто то чего не в коллекции точнее не было вадим привет дорогой казахстану категорически солен прислал мне вадим летом еще подарки вот такая вот камбоджа у меня не было этой соточки я причем смотрю четырнадцатый год я думаю блин а может быть она у меня есть а потом вспоминаю что я-то в камбодже был в тринадцатом году вот и как раз тогда вот я купюру тоже в прессе какие-то привел там в обороте не были вот это у меня точно нет приятненько вот и новинки тоже казахстану ну как они новинки были несколько месяцев назад но они у меня появились практически тоже сразу этот астана 25 лет такая вот замечательная монета тоже смотрите в чем здесь интерес переливается вот узорчики такие вот очень-очень приятные приятная монета и классно что называется опять астана вот мне кажется как бы ну какой бы ни был там великий правитель но там при жизни вызывать города как бы это немножечко странно как мне кажется в честь него так и вот тоже замечательная монета тоже тоже первый министр просвещения казахстана выдающийся личность темирбек юргенов это понимаю правильно будет фамилия звучать если ошибся то пожалуйста извините окей давайте дальше перейдем посмотрим что тут у меня в обменах в основном это все здесь обмена насколько я помню если где-то будут покупки лет прокомментирую вот сразу тоже да про обмен ему хочу сказать тому то есть какие-то не супер идеальный обмен а мы в чате с коллегами общаемся и вот у некоторых позиция такая что надо сразу брать монет только ванс и так далее если подход коллекционированию покупка монет то конечно же да я согласен но так как у меня очень много материала под обмен коллекционного достаточно интересного тоже я в принципе готов меняться там на какие-то монеты не идеального состояния относительно интересно которую там в будущем тоже могу заменить вот чтобы монеты не заставили чтобы шла какая-то движуха и интересно ну давайте начнем наверное с чего-нибудь такого да вот тоже давайте начнем с австралии океане вот австралийский доллар 60 лет юбилею австралийскому миротворцам австралийским миротворцам 2007 года монетам вот такой хороший капсулки интересненькой качественная картонная такая штука красота что еще здесь из того региона острова кука два центика вот восемьдесят третьего года за год до моего рождения дальше новая зеландия доллар 74 года собственно говоря те самые игры как там игры содружества если не ошибаюсь они называются а это за 10 лет до моего дня так и вот еще смотрите 5 долларов новозеландская годовщина видите в 25-летие и 25-летний юбилей монетам монетам новой зеландия но этот который сейчас используется так понимаю до этого там у них эта система была английская тоже монетам старая которая они имеют ввиду скорее всего вот это так давайте дальше папа 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 ну давайте латинскую всякую южную прочую америку значит у меня вот тут тут организовались мексиканцы 285 года пьеса революция мексиканская вот очень нравится этой серии монетки такие не толстенькие приятненькие медно-никелевые все как я люблю ну это мундиаль футбольчик восемьдесят пятого года да ну посвященный 86 года мексика 86 год вот монетки без оборот ум совы но конечно есть всякие тени идеальные штуки вот и в принципе ничего страшного а вот это вот мне наконец-таки удалось найти в продаже в россии реал бразильский 40 лет центрального банка взял сразу две монеты вансы было кинать и сейчас продажа на мешке у продавца еще там штуки 3 оставалось но по крайней мере на состоянии там двухдневной давности коста-рика колонн семь седьмого года из оборота в.ф. под обмен там брал выровнять сумму вот ванс у нас они есть рублей по 300 можно достать этот тип как-нибудь это и сделаю ямайка 20 центов смотрите вот тоже юбилеечка я так понимаю восемьдесят первого года хорошие приятное и конечно же вот этот ямайский доллар такой увесистый хороший замечательный да то есть это вот доллар с товарищем дуста монет прими первый премьер-министр такая вот интересная монета очень-очень красивый на мой взгляд пруфовская в пруфе было 14 блин там сиркулит 5 тысяч ну вот в общем такая такая красота и что касается у нас вот нашей латинской все вот это южные прочей америке как там правильно говорить центральная там и прочее что чтобы никого нету не не задеть не обидеть чтобы все было в порядке как там и полит коррект но так дальше что мне тут вам показать что мне вам показать давайте европу давайте европу германия пятачок тридцать пятого года третьего рейха в таком в эксцентном состоянии я забыл отметить что я меняюсь с человеком добавить себе в коллекцию монеты в двух обменах в общем получил по этой монете вот ну ничего одну себе оставил другую на обмен германии 50 рент фенингов 24 года достаточно дорогая и редкая монета в состоянии как видите на не идеальном далеко он есть какие-то там ржавки там что-то еще вот но скажем так даже в таком сохране монета достаточно недешевая да там вот где-то там тысячи тысячи двухсот рублей там за тысячу вот можно достать то есть в принципе то сохраните хорошие по рельефу там даже можно сказать что это скорее всего и анс в обороте на не было не видно царапок но вот есть такие ржавки есть такие ржавки поэтому в коллекцию пока себе взял тоже при обмене интересно хороший пусть будет 5 марок 71 года тоже серебришка тоже xl с оборота но не сильно ушатанно но с ними спокойно менять тоже серебро всегда можно поменять без проблем германию то всегда можно найти ванца если же прям приспичит купить так что норм так норвегия 50 как-то правильно произносить в с охранчик но это добрал мелочь добить дырочку по бюджету когда менялись коллегой так вот венгрия прям хорошая такая приятная монетка 2 этот пинг как там правильно произносить двадцать девятого года серебро xf прям такой настоящий хороший xf приятная монета тоже серебро по 600 пробы если не ошибаюсь достаточно интересная интересная монетка дания десяточка маленькой 905 года видите как красотища то есть вот такой я люблю такие монеты даже по доменой ставлю пусть они не умсовки вот так как тема европы для меня не основная далеко поэтому в таком сохране меня не устраивает так модера 25 escudo 81 года такая прелесть красавец швед двухкровных шестьдесят шестого года в идеальном сохраняя александр может посмотреть из нашего клуба и найдет какие-то недостатки здесь александр давай правду матку если что вроде вроде хорошая монетка португалия 10 3 из 1892 года даже остатки еще штемпельного блеска такой крепчайший xf на мой взгляд вот у меня в сохране похуже на было посмотрите какая прелесть вот такую группу я люблю такая европа мне нравится прямо очень приятные хорошие монетам так португалия 10 центово сорокового года ну это такой xf сохранщик ну тоже мне нравится мне это интересно отоборотная сторона знаете как медаль как медалью выглядит очень и очень очень интересным литва полтора евро это праздник наш да собственно говоря как который отмечается и в россии и насколько я знаю и в россии прошу прощения отмечает нам так в россии только отмечается иван купола и точно знаю что отмечается в белоруссии в польше там и так далее вот меня знаете чего с литвой прикалывает ни в коем случае там как бы коллеги из литвы не подумать что я что-то здесь там политически набрасываем вот если исторически смотреть как какие гербы были у составе великого княжества литовского то есть как бы но в погоне были только в белорусских землях вот а литовские земли там часть украинских по моему если не ошибаюсь там тоже было или польских ну который нынешний там как как бы никакой погони не было вот ну и литовцы взяли классный используют этот образ вот ничего страшного то нет кляжества же было все таки литовская ну такого понятия как белорус тогда не было насколько я знаю да точно же называли жители там всех литвинами по моему вот ну ладно давайте не буду погружаться в историю а то сейчас здесь у нас начнутся всякие разные дискусс и просто сам факт интересен на использование вот погони хотя вот на традиционных землях не использовался но хотя может быть это опять же какая-то неверная трактовка белорусских историков потому что я вот опираюсь на их данные вот могу ошибаться я в этом особо специалист так смотрите остров мэн 10 пенсов 22 года приятный такой котейка полосатенький и вот смотрите красавица югославия 25 пар тридцать восьмого года монета в обороте даже не было очень приятный такой такая патина у нее пошла знать как вот у английских монет всевозможных тоже очень-очень приятненькая и хорошенькая вот такой монеты в принципе даже менять наверно не буду то что на них блески ничего страшного я считаю так дальше давайте войдем сюда здесь у нас что здесь 50 сумму пакистана из оборота но которая тяжелая монетка 8 грамм она весит мне не было тоже подтип вот можно заморочить как найти все талансы но что-то я пока заморачиваться не хочу так 5 пиастров ливана сорокового года и в таком сохране я считаю это достаточно неплохо вот когда я был в ливане в сирии там очень большая проблема найти монета вот этих периодов в хорошем составе сохраняя тут французский еще ливан насколько я понимаю потому что здесь у надписи теперь так другая на ливан по-французски вот так я привел с этим летом с турции новые 25 кружков 23 года от предыдущих годов они отличаются тем что не тоньше вот и 25 . тоже попалась но сейчас они собственно говоря есть насколько я знаю должны по крайней мере появится если еще в продаже в россии десяток еще не было но скоро тоже будут ну вот так вот облегченный монетам давайте немножечко азии сюда мы сейчас добавим сначала понове чего-нибудь значит вышли вышли новые замечательные вот эти вот монетки квадратные с горами я конечно же не мог не мог себе их не заполучить значит что 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 тут у нас здесь это у нас пятьсот одиннадцатая да это у нас гора и мишами и статуя будды так вот она выглядит так вот она выглядит я прикупил альбомчик для монет китая юбилейных уже чуть-чуть его под заполнил просто красота спасибо коллекционер за то что делал такие классные штуки надо не забыть наверно в следующих каких-то видео показать вот если интересно да пишите комментариях тогда тогда не забуду точно отложу так а вот эта монета гора хуаншань тоже красота очень нравится монет этой формы китайский прям вот как они первые выпустили аж прямо сразу в них влюбился и они очень прикольно в холдере смотрится за счет вот этих вот таких пустых мест здесь в общем интересно но под них и капсулы есть насколько я знаю так французский индокитай 20 сантимов 41 года состояние такой xf xf минус она была под уставшая чумаза и чуть-чуть и почистил но все равно не идеальный вариант вот ну рано или поздно я такой просто аванса достану потому что это все-таки там можно сказать моя основная тема поэтому буду искать буду искать дальше непал пояса 1865 года удивительно что я ее нашел на своей зимней поездке вот здесь у коллеги вы меня вот это тоже как бы свой свой тип этой монеты да то есть это не скажем кто-то виду мы предыдущие ролики можно сказать андрей так ты ж таки такую показал вот но этот конкретный именно этот год квадрат в центре 12 символов разновидность называется по по юкоину вот очень очень полезное приобретение считаю не ну даже на такой сохран вот ну япония один мон ну 1668 год это не факт что он там потому что это вроде как как универсальный год чекан или писали ну вот могу ошибаться могу ошибаться вот тоже разновидность без знаков сзади монета называется тоже мы тут вы меня так ну и давайте вкусняшки под конец опять же товарищ занзибарский орг давай смотри к чё-чё-чё у меня появилась французская западная африка один франк сорок четвертого года xf очка вот такая прелесть такой красавец британский западный африканец одна десятая пенни 54 года в состоянии как видите каком анс конечно же сам там и принципе 50 цента 81 года в таком же сохраните приятнейшая монетка обожаю ту же португальские монеты колониальные все вроде одинаковые ну и разные при этом за своих башенок вот она моя прелесть родези и меня с лм 3 пенса 63 года тоже в идеальном состоянии хорошая приятная монетка предыдущие два периода у меня родези там не сяне там все вансы были насколько я помню сюда я боялся погружаться но постепенно это происходит но вот это прямо тоже бомбическая штука смотрите германская восточная африка 5 гиллер в 14 года монета вообще состоянии анс без оборота но из-за хранения видите вот здесь вот она потемнела но менять ее даже не буду меня такое состояние устраивает и на мой взгляд так она даже чуть поинтереснее выглядит здесь этой стороны но если конечно же как-то в процессе попадется и в идеальном сохране почему бы не взять ее и наверное самая дорогая из тех что сейчас есть андрей привет отменялись тоже с коллегами коня еще летом менялись уганда 10 центов семь шестого года очень редкая монетка коллеги уже говорят что был какой-то период там типа лет десять назад спокойно можно было достать их продажа и десятку вот эту и пятерку вот сейчас собственно говоря этого сделать невозможно вот и приходится приходится конечно людям мучиться а вот эти вот конечно полтинники которые семь шестого года стоит там они копейки и шиллинг этот 76 года тоже попсовая вот эти пятерки десятки это конечно же редкость монета в принципе наверно балансовой но и чем-то почистили вот то есть я себе отметил как xf вот но сохран хороший как бы с учетом того сколько это монета стоит рыночная цена сейчас там там по мешку где-то в районе там тысяч четырех рублей вот то в принципе меня вполне себе сидел устраивать монета хорошая да там не можно там найти и там подешевле там за пару тысяч рублей как бы до условно вот но это кстати то есть проверить зашел сейчас там они только там появились относительно недавно вот ну в любом случае монета классно и интересная вот и можно можно найти ее и в идеальном сохране тоже да как бы но вот вся проблема в том и почему скорее всего вот это было чуть-чуть чищена ну хоть хоть не не механически по ней видно потому что они все цвести начинает появляется вот эти пятнышки вот этот вечная проблема конечно вот с с этими монетами ну чё поделать чё поделать особо ничего не поделаешь даже вот этот десятку ганды который предыдущих периодов там они тоже там без точек найти было достаточно непросто и десятки его двадцатки у него самого двадцатка вансы как бы нас пятнышками шестьдесят шестого года что делать что делать ребят как всегда пишите ваш комментарий что понравилось больше что больше всего запала в душу но у меня по приоритетам от конечно же вот эти вот африканцы хотя серебрышки то она бесспорно классная замечательная вот но что поделать с такими вот сумасшедшими фанатами всякой разной экзотики пишите ваши комментарии ставьте лайки и дизлайки вообще неважно и то и другое повышает видимость роликов вот буду буду рад вашим реакциям увидимся в следующих видео всем спасибо пока пока на связи и мирного неба над головой всем